Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Жильцы разрушенного дома на Виноградной все-таки переедут в новые квартиры, ждут их уже 4 года. Однако хозяева отказывались от своих квадратных метров. Голосуй, где бы ты ни был. Выборы в ЗСК в сентябре пройдут по новым правилам. В Сочи в этом году изъято 27 тонн незаконного алкоголя. Очередные 30 литров спиртного обнаружены на пляже Ривьера. Горнолыжники и самбисты тренируются в Сочи. Члены российских сборных готовятся к предстоящему сезону. Пресекать необоснованное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг потребовал от профильных ведомств Вениамин Кондратьев. Одним из вопросов на общекраевой селекторной планерке, которую провел губернатор, стал рост тарифов ЖКХ. С 1 июля в регионе они увеличились на 4%. Коммунальные платежи. Они должны быть прозрачны, понятны. Дальше должны быть не только экономически обоснованы, но и социально справедливы. Для всех, кто эти платежи осуществляет. И для физических лиц, и для юридических лиц. Сергей Николаевич, можно было не 4%, а хотя бы 2% ограничить рост тарифов? Нет, не получилось. На самом деле 4% это все-таки та предельная цифра, которая привела правительство Российской Федерации. Иначе у ресурсников возникла бы большая задолженность перед газовиками, перед электриками. Она вот так сейчас серьезная. Поэтому мы обязаны были включить эти расходы в тарифы ресурсников. Особенно внимательно глава региона распорядился следить за теми муниципалитетами, которые самостоятельно устанавливают тарифы на воду, канализацию и утилизацию мусора. Речь о Краснодаре, Геленджике и Анапе. Также во время совещания говорили о завершении строительства социальных объектов – школ, больниц, детских садов и спортивных комплексов. По краю, достаточно еще объектов, которые начаты, имеют уровень готовности где-то 70%, где-то 80%. Если падают темпы строительства социального объекта того или иного в районе, то падает доверие к власти, у жителей района. Это прямая связь. Пообещала, я не сделала. Поэтому я хочу услышать, когда мы достроим все те социальные объекты, в том числе и школы, детские сады, поликлиники, больницы и спортивные объекты, которые уже начаты и находятся в различной степени готовности. Так уже к концу года должны быть достроены спорткомплексы в Тбилисском и Крымском районах. А в 2018-м обещают закончить работу по акушерско-гинекологическому корпусу в Кореновске. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Путешествие с комфортом или полоса препятствий – таким вопросом сейчас задаются те, кто едут отдохнуть на курорты Краснодарского края. Чтобы многокилометровые пробки ушли в прошлое, глава региона Вениамин Кондратьев поручил дорожным службам завершить текущие работы как можно быстрее и дать гостям края свободную трассу к морю. Как ремонтники сдали экзамен, выяснили наши краснодарские коллеги. Дорога к морю на навигаторе – сплошная зеленая полоса. Автотуристы шутят к приборам, сразу и не веришь. Но когда выезжаешь на трассу, настроение поднимается. Несмотря на поток машин, отдыхающие в направлении джуга едут, как говорится, с ветерком. Добрался замечательно. Как бы основных пробок на данный момент не было, пока ехал. Доехал из Омска на своей машине. Еду на юг отдыхать. Добрался хорошо. Пробок на дорогах пока нет. Все спокойно. Экскаваторы и бульдозеры сейчас можно увидеть разве что на обочине. Дорожные работы на трассах к морю завершены, как и поручил глава региона. В июне Вениамин Кондратьев осмотрел трассы с воздуха и сам проехал их на автомобиле. Он отметил, что от транспортной логистики зависят, какие впечатления о Краснодарском крае с собой увезут туристы. Чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда отдыхающим приходилось часами стоять в многокилометровых пробках, губернатор дал дорожным службам срок, чтобы убрать реверс и все ограничения. Работу успели завершить и в разгар сезона водители говорят не о заторах, а о качестве дорог. В этом году еще лучше, чем в прошлом году. Потому что там поставили светофор. Откуда ехали? О, из Армении приехали. И как? Нормально, хорошо. Без пробок? Без пробок. Все нормально. С Санкт-Петербурга, двое суток. Качество дорог отличное. Конечно, как отмечают строители, пропускная способность трассы ограничена. И ее еще нужно будет расширять и адаптировать под гигантский поток туристов. Вся техника на сегодняшний день убрана. Движение осуществляется без ограничений, без реверсийных движений. Сегодня в том числе идет взаимодействие с органами ГИБДД по снятию напряжения данных трасс. Сложные участки сейчас контролируют сотрудники ДПС. Так что, если соблюдать культуру вождения и не обгонять по обочине, то дорога на курорты Краснодарского края будет быстрой и комфортной для всех. Ксения Попова, Леонид Манчинский, Белла Грехова, Олег Перминов, Кубань-24, Топсинский район. В России новые правила регистрации автомобилей. С 10 июля начал действовать приказ МВД России, который вносит изменения в регламент. Как говорится в сообщении МВД России, приказом в частности уточняется порядок регистрации транспортных средств, у которых в результате естественного износа, коррозии или ремонта изменились идентификационные номера. Если такую машину можно идентифицировать, то ее поставят на учет. Также теперь можно восстановить регистрацию автомобиля в любом подразделении после устранения причин ее аннулирования. Кроме того, отныне можно предоставить транспортное средство сразу на место его осмотра, минуя процедуру проверки документов в случае, когда заявление подается через единый портал госуслуг. Также из перечня документов, обязательных для предъявления, исключен полис ОСАГО. Теперь все сведения об автогражданке ведомство запросит и получит само, сообщает портал автомейл.ру. Жители Виноградной 6 переедут в новые квартиры. К слову, они ждут своих хозяев с 2013 года. После случившейся трагедии, когда при обрушении ветхого строения, к сожалению, погибла женщина, переселение будут проводить уже в принудительном порядке на основании судебного решения. Расскажет Рината Шипулина. Еще в 2005 году многоквартирный жилой дом 1933 года постройки по улице Виноградной 6 был признан аварийным. Под программу расселения он попал в 2013. Из 31 квартиры 25 собственников переехали в новое жилье, предоставленное администрацией. Причем помещения подбирались в этом же микрорайоне. Квартиры выделили в новостройках на улицах Виноградной и Донской. Шесть квартир отказались от всех предложенных им вариантов переселения. Если люди, собственники жилых помещений, которые прописаны в данном жилом доме, не будут переселяться добровольно, они будут переселены в принудительном порядке в соответствии с тем решением суда, которое на сегодняшний день имеется. По закону мы должны предоставлять жилые помещения метр в метр не менее того, что они сейчас на данный момент имеют. Все собственники аварийного дома, в котором к тому же в 2015 году произошел пожар, неоднократно уведомлялись о необходимости переезда, поскольку проживание в таком фонде опасно для их же здоровья и жизни. Тем не менее, люди осознанно игнорировали предложения властей, подвергая себя риску. Произошла трагедия. Накануне в результате обрушения дома погибла 65-летняя женщина. Она оказалась под завалом. На место выехали спасатели и кинологический расчет МЧС для обследования территории. В свое время всем жильцам Виноградной 6 в рамках переселения была предложена площадь большая, чем занимаемая ими в аварийном доме и более высокой стоимостью. Однако оставшиеся собственники пытались добиться большего, а именно предоставления нескольких отдельных квартир на семью. Родственники Натальи, семья Чальцевых, больше 50 лет. Жили в доме на Виноградной. Последние лет 30, говорит женщина, главная тема в доме – переселение. Сменились поколения и квадратные метры старого фонда по завещанию перешли к ее сыну. Получили и новое жилье. Мы получили на улице параллельной новое жилье. Мы очень довольны жильем, потому что чуть побольше по площади. Теплая квартира, уютная. Даже когда первый раз зашли, мы сразу хотели в ней остаться. Я сразу сыну сказала, сыну говорю, я бы здесь пожила. Не нарадуется своему новому жилью в новостройке завокзального района и Наталья Кугуева, вспоминая, в каких условиях проходили дни в коммуналке. Маленький коридор, все развалено, все, как сказать, антисанитария, шунга. Мы очень счастливы, честно говоря, потому что это наше все. Очень хороший ремонт, все удобства, горячая вода, отдельные коммуникации, балкон. Мама в отдельной комнате живет. А так мы жили на подселении, три подселения, один, так сказать, санный узел на всех 20 человек. Собственникам теперь уже полуразрушенного дома в очередной раз предложено переселиться в маневренный фонд пансионата Нева с последующим переездом в новые квартиры, которые зарегистрированы за ними с 2013 года. Слухи, распространяемые в интернете на предмет того, что выделенные жилые помещения непригодны для проживания, по факту беспочвены. Данный дом введен в эксплуатацию в октябре 2014 года. Для жителей дома Виноградный 6 здесь предназначено 6 квартир. Квартиры предлагаются гражданам уже под ключ. Гражданам предоставляются жилые помещения, в принципе, по большей площади, чем они занимали. Ну, как пример, граждане занимают 15 квадратных метров, им предоставляется квартира 28 квадратных метров в новом доме. Главная цель программы – обеспечение безопасных условий проживания граждан. Администрация Сочи, в свою очередь, выразила глубокие соболезнования семье погибшей. Первый заместитель главы города Могдин Чермит заверил, что мэрия возьмет на себя все расходы по организации похорон. По словам Чермита, из этого трагического случая следует извлечь уроки. Любые имущественные споры должны отходить на второй план, когда речь идет о соблюдении элементарных норм безопасности. Рината Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. И продолжаем выпуск. На базе южного отряда МЧС сегодня открылись региональные соревнования по пятиборью спасателей. О своем участии заявили семь команд. Это спасатели из Краснодара, Адыгеи, Волгограда, Ейска, Туапсе, Крымска и Сочи. Также и для обмена опытом к состязаниям подключилась сборная команда «Кубань-Спаса». За неделю спасателям предстоит пройти такие дистанции, как поисково-спасательные работы в условиях природной среды, а это этапы на вертикальном скальном участке, комбинированная эстафета, сплав по горной реке, дистанцию физподготовка, состоящую из кросса на 3 километра и упражнений на перекладине, а также этап поисково-спасательной работы на акватории, где участники будут погружаться на глубину до 6 метров. Также спасатели должны будут ликвидировать очаги возгорания, последствия ДТП, деблокировать пострадавших, оказать им помощь при эвакуации из зданий, водотоков, вентиляционных коробов и линий электропередач. 18 июля судьи подведут итоги. В прошлом году золото завоевали сотрудники краснодарского отряда. Второе место заняли сочинцы, третьими стали спасатели из Адыгеи. На Кубани грядет единый день голосования. Сегодня 10 сентября жители Краснодарского края будут выбирать депутатов ЗСК 6-го созыва. Избирательная комиссия 2017 года пройдет в условиях обновленного избирательного законодательства, новеллы которого сейчас изучают сами члены краевых избиркомов и информируют о нововведениях избирателей. Последние новости у нашего корреспондента Инги Габешия. Итак, главная новость. Принять участие в голосовании сможет каждый избиратель Краснодарского края. В связи с отменой открепительных удостоверений федеральным законодательством введен новый порядок голосования, а именно по месту нахождения, что актуально для курортного Сочи и в принципе сезон отпусков. Даже находясь на отдыхе, каждый гражданин сможет реализовать свои избирательные права. Наша основная задача, задача системы избирательных комиссий города Сочи, обеспечить конституционные права избирателей на участие в голосовании. Планируя свой отъезд, избиратель заблаговременно обращается в территориальную избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей на тот избирательный участок, где он будет находиться в день голосования. Теперь получается, что существует уникальная возможность обратиться как по месту жительства, так и вне места жительства. Что необходимо сделать избирателю? В избирательную необходимо обратиться в срок с 26 июля по 4 сентября в территориальную комиссию, либо в участковую избирательную комиссию в срок с 30 августа по 4 сентября. Проще говоря, чтобы воспользоваться своим конституционным правом и принять участие, в данном случае в выборах депутатов законодательного собрания Краснодарского края не нужно возвращаться домой. А подать заявление можно в ближайшую участковую избирательную комиссию по месту фактического нахождения, либо в любом МФЦ края. Такие избиратели при помощи автоматизированной системы выборы включаются в специальный реестр и исключаются из списков избирателей по основному месту жительства. Одно «но» в заявлении необходимо указать номер и адрес избирательного участка, где планируется голосовать. Получить такую информацию поможет сервис «Найди свой избирательный участок», размещенный на сайте ЦИК России. Пункты приема заявлений откроются в Сочи 26 июля. По одному в районных администрациях, а также в поселке Дагомыс и в Олимпийском парке для удобства большинства отдыхающих. Напомню, сами выборы депутатов ЗСК назначены на 10 сентября. Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». В Сочи в этом году полицейскими изъято 27 тонн незаконно реализуемого алкоголя. Факт нелегальной продажи спиртного выявили в рамках операции «Курорт-2017». При проверке торговых объектов на пляже Ривьера сотрудники полиции обнаружили торговый павильон, где продавали вино, причем без разрешающих документов. Всего с витрин и из складского помещения было изъято 30 литров этого алкогольного напитка. В отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя составлен административный протокол. Санкции статьи предусматривают штрафы и конфискацию продукции. Сочи ждет 13-й музыкальный фестиваль Дениса Мацуева «Крещенда». Он пройдет с 19 по 21 июля на сцене Зимнего театра. За годы проведения фестиваль завоевал широкое всероссийское и международное признание, стал гордостью российской музыкальной культуры и брендом, символизирующим лучшие достижения современного русского исполнительского искусства. Программа фестиваля в этом году необычна. С одной стороны, она традиционно представлена именами маститых музыкантов, с другой стороны, насыщена выступлениями представителей юного поколения. Их руководитель фестиваля Денис Мацуев представит в первый день «Крещенда». 20 июля состоится симфонический галоконцерт с участием молодых музыкантов, лауреатов международных конкурсов, стипендиатов, различных фондов поддержки искусства. Кстати, самому юному участнику фестиваля всего 5 лет. Концерты 19 и 20 июля пройдут при участии Уральского молодежного симфонического оркестра. Ну а 21 июля гостей ожидают премьеры, феноменальное владение роялем, джазовой импровизацией, сочетание ритмов и гармоний, неординарные и неожиданные дуэты и трио, сообщает пресс-служба сочинского концертно-филармонического объединения. Диаспорта Киада для сильных духом. Восьмой год в Сочи проводится спортивно-образовательное мероприятие для детей с сахарным диабетом. За это время сотни ребят из различных регионов страны по инициативе Российской диабетической ассоциации побывали на курорте. 42 юных участника нынешней смены на неделю стали одной командой. На восьмую Диаспорта Киаду прибыли юные спортсмены в возрасте от 9 до 14 лет из семи регионов страны. В каждой команде участницы прикреплен специалист в области эндокринологии, задача которого – ежедневно измерять у детей уровень глюкозы в крови и следить за здоровьем ребят. Диаспорта Киада проходит в рамках Всероссийской образовательной программы для людей с сахарным диабетом «Каждый день – это ваш день». Диабет – это не тяжелое инвалидизирующее заболевание, как иногда говорят со сцены, а это не приговор. Это нормальная жизнь, она немножко другая. Это определенный образ жизни. Когда человек должен измерять свой уровень сахара, он должен вводить инсулин. Если человек этим овладеет, то ограничений больше нет. Все эти мифы про питание ушли, что там это нельзя, это сладкое нельзя, мороженое пирожное – все можно на инсулине. Сегодня современное лечение и активный самоконтроль по сути дают возможность мечтать о дерзких свершениях и открытиях. Сахарный диабет первого типа – это в любом случае испытание для детей и подростков. Благодаря такому проекту ребята с заболеванием доказывают, прежде всего, самим себе, что диабет – не препятствие на пути к успехам и победам. Мы подружились с командой, ребята очень хорошие. Как-то не думаю об этой болезни и думаю, что все будет хорошо, все очень отлично. В лагерях даются знакомства в разных городах, с разными людьми, в которых можно пообщаться, порассказывать разные истории, разные истории жизни с диабетом, также поделиться опытом с этой болезнью, как борются другие люди с ней. Работа «Диаспортыкиады» продлится до 16 июля. Ребят ждут спортивные и интеллектуальные программы, мастер-классы, творческие конкурсы. Все мероприятия станут этапами одной большой игры под названием «Машина времени». Горнолыжники и самбисты тренируются в Сочи. Спортсмены готовятся к предстоящему сезону на базе федерального центра «Югспорт». Продолжит Татьяна Говоркова. Это уже второй летний сбор по физподготовке для женской команды по горнолыжному спорту. До приезда в Сочи спортсменки прошли тренировочный цикл в Кисловодске. Здесь они тренируются уже десятый день. Сбор горнолыжниц продлится до 18 июля. Мы приехали в составе шесть спортсменок. Две девочки у нас. Одна на реабилитации, одна на индивидуальной подготовке. Здесь у нас, значит, по две тренировки ежедневно. Мы циклами четыре дня тренируемся, один день отдых. Спортсменки по всем дисциплинам горнолыжного спорта проводят разнообразные тренировки, направленные на развитие выносливости и скоростной силовой подготовки. Ведь впереди олимпийский сезон. У России пока четыре квоты. Состав определится на этапах Кубка мира. Первый стартует в октябре в Австрии. Почувствовали, что мышцы утомились, положили гриф. По соседству с горнолыжницами физподготовку проходят и самбисты. На сборы в Сочи основной состав мужской сборной приехал 25 июня, а 1 июля к ним подключилась команда юниоров. Летние тренировки здесь самбисты проводят уже второй год. Очень нам здесь нравится. Ребятам все условия созданы. Великолепные залы, оборудованные по последнему слову техники, великолепное питание. Тренировочный сбор у самбистов завершится к концу недели. Основной состав готовится к предстоящему чемпионату мира. Он пройдет в Сочи в ноябре в Ледовом дворце «Айсберг». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи отметили Всемирный день тенниса. Праздник состоялся в Адлерской теннисной академии в эти выходные. Начался большой праздник большого тенниса с церемонии награждения. Адлерская теннисная академия провела сразу несколько турниров. Среди семейных пар любителей детей до 8 лет и пар старшего возраста. В каждой категории определили лучших. Они получили грамоты и медали. Во всем мире день тенниса отмечается 9 июля. Именно в этот день, 140 лет назад, состоялся финал Уимблдонского турнира, старейшего из четырех турниров серии «Большого шлема». Тогда за ним наблюдало всего 200 зрителей. Сегодня миллионы поклонников по всему миру. Это праздник моего любимого вида спорта – тенниса. Я планирую в будущем посвятить всю свою жизнь теннису и так или иначе делать все для развития этого спорта в нашей стране и в мировом масштабе. В Адлерской теннисной академии отучились 17 тысяч спортсменов. На ее корты выходили Евгений Кафельникова, Анастасия Мыскина, Марат Сафин, Михаил Южный, Елена Дементьева и другие великие теннисисты. Да и в целом город Сочи – город со славными теннисными традициями. В Сочи сейчас идет большая популяризация тенниса. Определенные успехи имеются. На фоне Елены Весняной, олимпийской чемпионки, Жени Кафельниковой, Маши Шараповой и многих сейчас подрастающих поколений. Сегодня у нас столько людей занимается теннисом. У нас есть прекрасные корты. Есть и чемпионы Кубка Дэвиса, есть чемпионы Российской Федерации. Но самое главное, что воспитывают прекрасных людей. Кстати, главврач 4-й краевой больницы Константин Афлейди сам в прошлом воспитанник Адлерской теннисной академии. Сегодня участник любительского турнира в честь Всемирного дня тенниса. Кроме того, к празднику приурочили турнир среди семейных пар и малышей. Инга Габеши, Ольга Десятого, Олег Кононов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok